Всем привет, ребят! Знакомы ли вы с такими персонажами, как Радужный Игрок и Чёрно-Белый? Именно сегодня я решил столкнуть их в очень интересном поединке, а именно в двух чанках. У Радужного Игрока есть свой чанк, где он, в свою очередь, начнёт выживание, так же, как и его оппонент, Чёрно-Белый Игрок. В конце ролика они должны добыть алмазную кирку, и кто первый сломает этот самый маяк, тот и будет считаться победителем этого противостояния. Так, ребят, вроде как я заспавнился на том самом чанке, я уже превратился в Радужного Игрока, осталось только выйти из этого небольшого домика и... Ё-моё, подождите, это тот самый настоящий Чёрно-Белый Игрок. Эй, чувак, ты меня слышишь? Эй, посмотри... Эй, ты, козёл! О, ребята, я его слышу! Козлина Радужная, иди сюда, я тебя порву просто! Ну, посмотрим, посмотрим, кто кого порвёт, ребята. Я думаю, цель ролика вам понятна, мне нужно самым первым добраться вот туда, пройти этот паркур, что будет достаточно непросто для меня, ребята, и сломать это. И что меня, ребята, удивляет, то, что здесь действительно всё состоит из очень радужных и красивых блоков. Так, он тоже начал развиваться, ребята, но я должен обередить его. Я даже, ребята, посмотрите, нет! Я ачивку не получил, а он получил, блин! Видимо, эти брёвна эту самую ачивку не дают. И меня, на самом деле, очень сильно удивило построение дома, ребята, в котором я, в принципе, заспаунился. Быстренько отвлекусь, вы просто посмотрите, как же круто здесь изображены вот эти, ребята. Но не то чтобы подпорки, я думаю, вы понимаете, о чём я. Так, верстак. Ребята, верстак тоже радужный. Офигеть, всё радужное, ребята. Я так понимаю, у меня будут самые настоящие сейчас радужные инструменты. Так, всё, самое необходимое, ребята, готово. Меч, лопата и кирка, ребята, и шесть досок у меня. Ты чё там орёшь? Ты чё, уже всё скрафтил? Эй, я уже скрафтил свеками на кирку, понял? Ребята, посмотрите, оно у него тоже все чёрно-белое, блин. На самом деле, я надеюсь, ребята, что я всё-таки его выиграю. Так, первый слой я уже пробил, ты понял? Эй, чувак, я уже всё. Всё, ребята, теперь моя самая главная задача, быстрее него всё это, ребята, добыть, сделать себе там, я не знаю, печку. Так, давайте проверим. Радужные предметы это здесь крафтятся, а печка, ребята, да, печка, конечно же, здесь тоже создаётся. Так, замечательно. Печка, ребята, у меня тоже есть. Нужно найти уголёк, ребята, себе. Нужно найти уголёк. Также нужно найти железо для того, чтобы начинать крафтить, ребята, железную кирку, чтобы это дело всё добывалось гораздо-гораздо быстрее. Так, 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 осталось быстренько найти уголёк. Уголёк, где он? Ё-моё, он там уже столько всего себе скрафтил. Офигеть, блин. Так, 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 ребята, если вы вдруг не заметили в самом начале ролика, подо мной где-то тут, ребята, есть самая настоящая радужная шахта. Цель, как бы, её тоже найти, потому что там огромное количество, ребята, ресурсов. Вы знаете, какая у меня появилась идея на самом-то деле, на самом-то деле, как любит говорить мой друг Роман Компот. А что, если мне копать не под себя, ребята, а вокруг Чанка, то есть спускаться? Надеюсь, что он эту тактику, ребята, не возьмёт себе и просто-напросто до этого не догадается. Всё, я себе, ребята, немножко булыжника добыл, печку скрафтил, всё. Можно выкапываться отсюда полностью и навсегда, так сказать. Отличненько. Вроде как, ребята, да, он что-то там бегает, что-то развивается. Эй, чувак, ну что, ты уже нашёл ресурсы? Чё? Ресурсы, говорю, нашёл себе какие-то? Не говори со мной, не говори со мной, ты козлина радужная шахта. Ладно, ладно, не буду так, ребята. Начинаем аккуратненько спускаться. Так, отлично, отлично, отлично. Сейчас я всё себе быстренько найду. Опа, ребята, а вот и уголь. То, что я вам и говорил. Это будет гораздо быстрее. Первые, ребята, угольки я уже нашёл себе. Замечательно. Четыре штуки мне, в принципе, должно хватить для того, чтобы обеспечить себя нужными, ребята, ресурсами. Так, и нужно опускаться к заброшенной шахте. А вход, ребята, если я не ошибаюсь, на той стороне Чанка. В принципе, ничего страшного, я думаю, если мы с вами пройдём в буквальном смысле сквозь этого Чанка и просто-напросто будем спускаться по другой стороне. Потому что, ребята, если я буду обходить так круговыми вот этими вот лестницами, блоками, я думаю, вы понимаете, что просто-напросто потрачу и время, ребята, и блоки. А так, вот он я уже с этой стороны, нужная мне, и вот тут, ребята, сейчас я буду заниматься спусковой, ребята, системой. Он там себе хлеб крафтит. Ё-моё, умный на самом деле паренёк. Хотя, на самом деле, я бы не сказал, потому что сложность у нас здесь выключена. Так, ну и погнали, ребята, погнали спускаться. Так, отлично, замечательно. Погнали, погнали, погнали. Просто пушка, ребята. Идёт всё просто замечательно. И я, если не ошибаюсь, его даже немножечко опережаю. То есть, по развитию так, вперёд. Отлично, прыгнул, ребята, туда, куда мне нужно. Немножко покупаю под себя. Два слитка железа у меня уже, ребята, точно есть. Нужно ещё немножечко, ребята, совсем чуть-чуть добыть себе этих самых железных самородиков, так называемых, чтобы скрафтить себе необходимую кирку. Так, ещё ниже, ребята. И ещё я вижу ещё один железную штучку, ребята. Ещё одну железную руду. И даже их тут три. Так, быстренько добываю её. Так, отлично. Эй, слушай, чувак, ты там где? Ты чё, ещё внизу, что ли? Точнее, вверху? Чё? Чё? Ты вверху ещё, говорю? Я всегда сверху. Это понятно, это понятно. А ресурсов у тебя уже много, слушай? Да, очень много. Я самый богатый здесь. Я самый профессиональный вообще чанкер. Знаешь такую профессию? Не знаю я такой профессии. Короче, посмотрим, посмотрим. Ты лучше там не разглагольствуй, не отвлекайся, а лучше опускайся вниз. Так, ребята, я уже вижу, ребята, заброшенную шахту. Это замечательный результат. Очень быстро я к ней добрался, всего за три минуты. Так, отлично. И прокапываюсь теперь непосредственно в её... Опа, опа, ребята, ломаем спаунер. Он нам не понадобится. Добываем немножечко опыта себе. Теперь нужно, ребята, найти алмазики. Также тут есть золото. Отлично. Но-но-но-но, ребята, но-но-но-но-но. Самое главное сейчас переплавить то, что я добыл из железа. Замечательно. А где же алмазы, ребята? Где же находятся алмазики? Может быть, подождите-ка. Мне кажется... Ё-моё, чуть не упал, ребята. Просто-напросто чуть не упал. Я сейчас должен скрафтить себе ещё броню, ребята, чтобы в конце выдержать три раунда с просто смертельной битвы. Так, ребята, два алмаза есть. Ну, ё-моё, мне не хватает третьего. А где его искать? Я не то чтобы не знаю. Я ума не приложу. Будем делать вот такую вот, ребята, винтовую лестницу для того, чтобы найти те самые, ребята, нужные нам алмазики. Так, тут золото. В принципе, пропускать его тоже не нужно. Можно скрафтить из неё, из этих слитков, очень полезную, ребята, броню, которая мне пригодится в битве в конце с этим чёрно-белым, ребята. И я надеюсь, что я всё-таки сегодня выйду победителем. Ещё очень много железа, ребята. Я думаю, что вы понимаете, что в заброшенных шахтах всегда дофига ресурсов. Особенно железа и угля. И благо, ребята, здесь его просто реально дофигища. Вот и уголёк ещё подвалил. Замечательно. Забираем это всё с собой. Нам это всё понадобится, конечно же. Ничего оставлять я не буду. Закидываем ещё, ребята, железо. Ещё, ребята, добавляем сюда немножко угля. И чтобы не подниматься, ребята, за верстаком, можно из этих самых досок, которые находятся вот здесь, вот на нижнем уровне этого самого радужного чанка, ребята, скрафтить себе верстак из самых обыкновенных досок. В принципе, нет разницы, какие доски будут, ребята, радужные или обыкновенные. Это не важно. Так, окей, ребята, крафтим обычный верстак. Ставим его аккуратненько сюда рядом с печечкой. И можно будет уже заниматься крафтом брони. Давайте я прямо сейчас создам себе, ребята, железный нагрудник. Офигенно. Я просто самый настоящий модник. И давайте продолжим, ребята, конструировать эту самую лестницу для того, чтобы найти те самые, ребята, алмазы, которые нам очень сильно пригодятся. Так, я их тут пока что не вижу. Мне кажется, они где-то с другой стороны. Слушай, ты такирку себе уже хотя бы скрафтил. Лэй, слышишь меня? Чё? Чё? Кирку себе, говорю, скрафтил? У меня всё самое лучшее. Какая у тебя кирка, а? Алмазная. Алмазная уже? Серьёзно? Ребята, он меня... Ну да, конечно. Он меня очень сильно опередил. Так, нужно аккуратненько вот тут на поворотике. Так, у меня очень мало блоков осталось. Так, подстраиваемся. Есть контакт, ребята. Блин. Опа, алмазы! Ещё алмазы, ребята! Ещё немножечко алмазиков. И мне уже, в принципе, просто идеально хватает. Так, какой урон у радужного веща, ребята? Семь. В принципе, как у алмазного. Поэтому, я думаю, можно оставить эти инструменты до конца ролика и до конца этой самой битвы. Так, отлично, ребята. Теперь осталось подняться наверх. К моему верстаку, к моей печке. И уже там начинать всё это дело крафтить. Замечательно. Я там, где нужно, ребята. Пушечка. Так, крафтим себе по ноже. По ноже есть. Готово, ребята. Также обязательно нужно скрафтить, ребята, себе самую обыкновенную, ребята, алмазную кирку. Посмотрите. Он только что получил ащифку куча железа пока. То есть, ребята, он только скрафтил себе железную кирку. Ну и ладно, ребята. Окей, я не буду ему, конечно же, в этом мешать. Так, окей. Крафтим, ребята, алмазную. Ну и, конечно же, скрафчу железную. Потому что, как оказалось, радужная кирка, ребята, обладает такими же свойствами, как и железная. Поэтому я просто-напросто потрачу слитки и выброшу её, чтобы всё было честно по отношению к чёрно-белому оппоненту. Так, золотые слитки также, ребята, сюда забрасываю. И что мне, в принципе, осталось? Потихоньку можно уже, ребята, подстраиваться. Нельзя по правилам, ребята, здесь непосредственно вставить блоки. Поэтому... Ё-моё! Я перепрыгнул, ребята! Я просто-напросто перепрыгнул паркур! Так, окей! Нужно будет очень быстро спускаться вниз, чтобы он меня не опередил. Так, по уровням, ребята, по уровням будем прыгать. Так, надеюсь, что я выживу. Так, раз, ребята, два. Блин, то, что я и говорил, на паркуре я могу потерять основное количество времени, потому что я не то, чтобы, ребята, не профессионал, я просто ненавижу этот самый паркур. Так, тихо. Выжил, ребята, и удержался. Замечательно. Ломаю дальше, ребята. Ломаю, ломаю, ломаю эти самые железные рутки, которые тут у нас хранятся. И сейчас скрафчу себе ещё железный шлем для того, чтобы точно, ребята, иметь хорошую защиту от этого чувака. Так, мне нужно ещё ниже, если я не ошибаюсь. И ещё ниже. Так, а куда? Где эта шахта? Вот она, ребята. Отлично. Я полностью выжил. Конечно, немножко покоцал себе броньку, но ничего страшного. Давайте я скрафчу, ребята, себе всё-таки золотой шлем. А вот ботинки, ботинки я сделаю себе железными. Так, окей. Это нам всё дело не понадобится, ребята. Крафтим сейчас, переплавляем. И будем всё-таки пробовать сейчас перебегать, ребята. Так, ещё одна попытка паркура. Окей, видимо, тут не нужно было разбегаться. Отлично, ребята. Вот он, он тоже сюда уже идёт. Эй! Ты чё прибёшься сюда? Пошёл нафиг! Я сейчас сломаю и выиграю тебя по первым параметрам. Ребята, я сломал маяк! Отлично! Осталось только первым добраться, ребята, к нему и выиграть его в PvP-битве. Так, 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 быстро, быстро, быстро. Нужно ещё немножко блоков накопать. А также, ребята, конечно же, нельзя забывать... Опа! Он упал! Получил, получил! Я тебе говорил, что я сильнее. Я ещё доберусь до тебя. Ты маленький, маленький радужный червь. Посмотрим ещё, кто кого победит. Я ещё червь обзывается, посмотрите. Так, окей, ребята, крафтим себе ботиночки, железные ботиночки. Замечательно, готово. Я полностью экипирован, ребята. У меня есть радужный меч. Хотя, знаете, не очень-то я доверяю. Это как-то, мне кажется, будет очень читерно. Поэтому, ребята, для того, чтобы всё было максимально честно, и вы потом не оскорбляли меня в комментариях и не говорили, что я играю нечестно, я скрафчу себе самый настоящий, ребята, алмазный меч на ресурсы, которые успел добыть. В принципе, всё готово. Я могу проходить, ребята, свою часть паркура, а после чего просто-напросто подстраиваться, если мне вдруг не хватит. Так, отлично, ребята. Паркурчик, паркурчик сюда. Паркурчик вот сюда. Пока, ребята, всё идёт просто замечательно. Я почти у него на чанке. Я почти у него на чанке перепрыгиваю. Так, отлично. Осталось, чтобы он спустился вниз. Так, а как он спускался, ребята? Он копался вниз или всё-таки тоже по лестнице? Так, давайте-ка посмотрим. У него тут ещё руда осталась. А, вот он спуск, ребята. Вот он спуск радужного человека. Так, окей. Давайте будем подниматься к этому радужному игроку и посмотрим, где я с ним всё-таки встречусь, ребята. Три раза я должен его победить для того, чтобы, в принципе, выиграть сегодняшний, ребята. Но не то, чтобы раунд, сегодняшнюю самую настоящую битву. Давайте немножко добавим радужного подтекста, ребята, сюда. Вот этими блоками начнем подстраиваться. Блоков у меня остаётся очень маленькое количество. Но, ребята, мне это не мешает. Ох ты, ё-моё! Пошёл нафиг, ребята! С одного удара его убил! Он ещё, видимо, ребята, потерял очень много хп. Так, отлично. Поднимаемся, ребята, выше. Я отсюда! Ты проиграешь, чувак. Я тебе серьёзно говорю. Ты просто проиграешь. У тебя нет никаких шансов. Вообще. Вообще. Абсолютно никаких. Так, поднимаемся, ребята, ещё выше. Так, 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 так. Чё скажешь? Давай, последнее слово своё, дружочек. Чё? Последнее слово, говорю, твоё. Ты тут проиграл. Да, 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 да. Просто лишался. Пошёл нафиг отсюда. Пошёл нафиг, ребята. Уже дважды я его победил. Так, отлично, отлично, отлично. Так, где он? Давай, принимай бой, принимай бой. Нет, нет, я сё. В смысле, ты всё? Давай, иди сюда. Чё у него тут, ребята? Опа, золото. А, он просто падает из мира. Судя по всему, ребята, у него не очень удачно стоит спавн-поинт. И судя по всему... О, чего? Как он туда попал? Я буду твои грядки целовать. Да собирай, чё хочешь. Я буду твои грядки собирать. Собирай, чё хочешь. В любом случае, я уже победил. А это значит, ребята, что ролики я на этом заканчиваю. Не забывайте подписываться на канал, ребята. И знаете, какая у меня идея появилась? Он точно этого не будет ожидать. Давайте сейчас быстренько я кильнусь. Просто-напросто, ребята. Я сейчас появлюсь на своём чанке и уж точно выиграю. Пошёл нафиг отсюда. Пошёл нафиг отсюда, ребята. Всё. Просто полнейшая победа над этим чёрно-белым игроком, ребята. Если ролик вам понравился, и это битва чанков тоже, обязательно ставьте лайк, ребята, на этот ролик. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик для получения уведомления о выходе новых роликов на канале. Всем удачи, ребята, и пока-пока.